Приветствую вас, давайте попробуем пройтись по тому, что вы пишете, потому что мне лично хотелось бы проговорить то, что вы написали, потому что, ну, вы знаете, смысл немножечко от меня, не то чтобы ускользал, но просто хотелось бы немножечко, знаете как, расставить приоритеты, расставить все точки над «и», если угодно. На протяжении полутора лет вы встречались женатым. Он у вас первый мужчина, узнали, что женат через полгода. Сильнее желание общаться с ним закончилось, как менее болезненно расстаться с ним. Вот первый момент, значит, вот он у вас первый мужчина. Ну, понятно, он обманул вас, наверное, да, он сказал, что он женат, правда, он у вас первый мужчина. Далее вы узнаете, что он женат через полгода. И поскольку через полгода вы узнали, что он женат, значит, я так понимаю хронологически, что год вы с ним общались после того, как узнали, что он женат. Вот этот год общались вы с ним. И, собственно говоря, почему вы с ним общались этот год. Вот какой вопрос у меня к вам. Вы на что-то надеялись или вы чего-то ожидали? Может быть, он давал вам какую-то надежду, этот молодой человек, этот мужчина. Почему вы с ним общались год после того, как он признался вам в том, что он женат? Что заставляло вас с ним общаться? По истечению года мужчина явно показал, что не готов уходить из своей семьи и не готов быть с вами. Для вас это было, безусловно, очень неприятно, для вас это было, безусловно, очень тяжело. Но вы, тем не менее, сейчас, вот вы говорите, что вы пытались расстаться, но вы не расставались с ним. Вы не могли с ним расстаться никак. Вы не могли этого сделать. Это значит, что у вас были определенные желания. Вот у вас были определенные желания, которые вы хотели и, наверное, могли, по вашему мнению, удовлетворить с этим человеком. И самое, что здесь конфликтное, это то, что мужчина вам этого давать перестал. Он не дает вам теперь то, что вы от него, наверное, раньше получали. А может быть, не дает то, что вы хотели бы получить, но теперь у вас нет возможности для этого. Соответственно, давайте зададим себе такой вопрос. А что вы хотели бы получить от этого мужчины? Что вы хотите получить от этого мужчины? Что вам нужно от этого мужчины? Почему вы до сих пор с ним? Вот этот момент давайте мы с вами проясним. Что он вам дает? Он определенно не хочет уходить от своей жены. Он определенно не хочет быть с вами. Он определенно вас использует, судя по всему. Возможно, вы ему даже нужны только для того, чтобы, ну, как-то самоутвердиться, да, чтобы как-то там, я не знаю, чтобы как-то думать о себе лучше там и так далее. Но, 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 это все явно не идет ни в какое соответствие с тем, чего бы вы хотели. Ведь вы-то хотите другого. А мужчина вам этого не дает. И вот вы будете к нему возвращаться до тех пор, пока не решите проблему своим желаниям. Вы будете возвращаться к нему до тех пор, пока не решите проблему того, что вы хотите от него получить. Вам нужно понять, для чего вам этот мужчина. Понятно, что он был у вас первым. Понятно, что он вас обманул. Но сейчас вы выяснили, что он с вами быть не хочет. И что вас с ним удерживает. Вот это то, что нужно вам для себя прояснить. Ответьте себе на этот вопрос. Постарайтесь для себя подумать, что вы хотите получить от него. И получите это не через него. Предположим, что вы его любите. Предположим, что вы желаете ему счастья. И в таком случае не сложно догадаться, что мужчина счастлив где-то, но не с вами. Соответственно, вам в этой ситуации нужно его отпустить. А раз вы не можете его отпустить, вы возвращаетесь к нему снова и снова, значит он вам для чего это нужен. Лично вам. Он вам что-то дает. Вот об этом и нужно разговаривать. Что он вам дает. Это нужно получить. Это нужно получить самостоятельно. Вам это нужно получить самой. И вот как раз таки, когда, если вы это получите, вы перестанете возвращаться к нему раз на разом. То есть, по сути, на данный момент вы зависимы от человека. И это зависимость будет продолжаться до тех пор, пока вы не будете понимать, что конкретно составляет вашу зависимость. На этом все. Понимаете, в рамках одного ответа на ваш вопрос, который недостаточно скромно описан. То есть, почему вы не узнали о своем мужчине побольше? Почему вы не ушли сразу от него, как только узнали, что он женат? На что вы надеетесь? Что вы сейчас удерживаете с ним? Ведь вы же на что-то надеетесь и в последний день, раз вы до сих пор с ним. На что вы надеетесь? Насколько обоснована ваша надежда? И так далее. Хоть все эти вопросы, они остаются без ответа. И на них нужно отвечать в процессе работы с вами. Так что, если хотите действительно освободиться от этого человека, выберите эксперта и начните работать с ним. Уверен, когда ждать не доставит себя ждать. Я надеюсь, что помог вам. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Поехали! 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 Поехали!